Ольга Валерьевна, добрый день. Какова текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике характеризуется наличием 130 новых случаев коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. 50 случаев зарегистрировано в городе Якутске, в Алданском районе 13 случаев, в Мерлинском районе 10, а в Амбинском случаев 7, в Нюрингринском районе 6 случаев. Из этих районов необходимо обратить внимание на увеличение количества случаев в Амбинском районе, для которого была характерна достаточно стабильная ситуация в течение достаточно длительного времени. При этом наличие вот этих вот групп заболеваний, которые в Амбинском районе у нас сегодня в виде 7 случаев сами по себе появились, опять же, связано с нашими празднованиями новогодних праздников и, соответственно, семейными и корпоративными контактами как таковым. В 18 районах Республики у нас зарегистрировано от 1 до 5 случаев и, к сожалению, необходимо обратить внимание, что ряд случаев зарегистрировано, в том числе, в Венопытантайском районе, который до этого являлся районом, не представляющим, значит, в общем-то, такой вот какой-то определенной опасности, именно с точки зрения распространения вируса. За сутки также проводятся у нас исследования, значит, посредством метода ПЦР и проведено 1934 исследования на ковид. Мы все знаем, что с, значит, прошлой недели мы начали проведение вакцинирования населения на территории Республики Саха и Коти. Есть приоритетные группы, которые подлежат вакцинированию, да прежде всего граждане, которые работают непосредственно с населением и имеют достаточно близкий контакт. Все остальные граждане также вправе, непосредственно обращаясь в поликлиникам по месту жительства, записаться на вакцинирование и это вакцинирование пройти. Уважаемые жители Республики Саха и Коти, вакцинирование, так же, как и все мероприятия, все, которые проводились у нас в течение, ну, практически уже скоро будет года, всегда проводится по разному роду методикам и, соответственно, значит, они достаточно часто изменяются. Я хочу обратить внимание на то, что на настоящий момент противопоказаниями для проведения вакцинирования и вообще для вакцинации является лишь только состояние беременности или состояние беременности у женщин, или если женщины являются кормящими мамами и, соответственно, значит, либо же наличие аллергии на тот или иной компонент. Но я прошу самостоятельно не определять, подлежит ли вам вакцина именно с точки зрения медицинских позиций. Это определит врач при осмотре, если подобного рода, значит, желание вакцинироваться у вас появится. В поликлинике к этому готово. Также я хочу обратить внимание, что никаких дополнительных анализов ни методом ИФА, ни методом ИХА перед проведением непосредственно вакцинирования не требуется. И, кроме того, значит, вчера еще раз, значит, на соответствующем совещании с регионами министр здравоохранения Российской Федерации подтвердил возможность вакцинирования вакцины, которая поступила во все регионы, в том числе и в Республику Саха и Якутия, лиц старше 60 лет. Продолжение следует...